Высокотехнологичная медицинская помощь без поддержки. В сложной ситуации оказались дети, больные гидроцефалией и их родители. Такие дети нуждаются в установке специальных шунтов. В нижегородских больницах ставят только непрограммируемые шунты. А в Санкт-Петербурге и Москве есть программируемые, что позволяет настраивать и менять параметры под каждого ребенка. Но есть проблема. При прохождении металлодетектора или при МРТ все настройки сбиваются, а программатора в Нижегородской области нет. Здесь программаторов нет, надо ехать в Москву. Самый действенный способ отследить, что с головным мозгом, это МРТ. МРТ-магнит. Сразу все настройки шунта сбиваются. Делаем магнит. В течение нескольких часов должно произойти программирование помпы. Программатор в Москве. Соответственно, какую помощь мы здесь можем получить? Никакой. А если, не дай бог, что-то случается с шунтом и требуется ревизия шунта, это страшнее гораздо. Это, получается, нужно ребенка уже вести в бессознательном состоянии в Москву. А мы живем все как на пороховой бочке, мамочки у которых, вот, шунт-зависимые дети. У нас 26 мамочек. Программатор-то нужен один, получается, вообще на область. А какая стоимость? Ну, где 200-300 тысяч. Я могу вам показать своего ребенка. Это вовремя не оказанная помощь. Она лежит и со временем, вот сейчас 13 лет, она уже не слышит, она уже не видит. Скоро она прекратит глотать, а потом дышать. С коллективным письмом матери обратились в Нижегородский Минздрав. Их пригласили на встречу, но она была закрыта от прессы. Вот, что рассказали матери после ее окончания. Будет собрано оперативное какое-то совещание не позднее вторника. Она соберет какие-то необходимые для нее данные и, соответственно, встреча продолжится. Кстати, на эту повторную встречу обещают пригласить нейрохирургов Нижегородских и Московских. И, возможно, на встрече будет принято какое-то конкретное решение.